На этой неделе, когда проходит Общереспубликанская неделя спорта, мы будем чаще обращать внимание на различные виды спорта. И сегодня поговорим о дзюдо. Дело в том, что исторически в борьбе эстонские спортсмены были сильны, в частности в дзюдо. И поэтому сегодня мы приветствуем в нашей студии Алексея Будылина, олимпийского призера 2000 года. Доброе утро. А также к нам пришел его коллега по тренерскому цеху из клуба Тануки Александр Пашкевич. Доброе утро. Алексей, начнем с последних новостей. Стало известно, что вы не будете больше занимать пост главного тренера сборной Эстонии под дзюдо, потому что в конце этого месяца такая должность просто сокращается. Чем такое решение было вызвано? Такой вопрос, наверное, не ко мне, чем они мотивировали. Но я предполагаю, что изменения в системе Олимпийского комитета вызвало эти изменения. Что будет дальше, мы посмотрим, время покажет. Но на сегодняшний день у меня осталось две недели, чтобы побыть главным тренером. Ну а как вообще возможно, что сборная будет без тренера? Я не представляю себе такую ситуацию. Сейчас ориентирование взято на личных тренеров, так что все тренера, которые работают со спортсменами, они продолжат свою деятельность. В частности, я буду работать с Григорием Минашкиным дальше. Просто что будет Союз делать, это уже другой вопрос для меня. Александр, я смотрел данные спортивного регистра за прошлый год. Дзюдо по популярности, но если брать общее количество тех, кто занимается этим видом спорта, на девятом месте, опережая даже лыжный спорт. Больше четырех тысяч человек в Эстонии занимаются дзюдо. Насколько, на ваш взгляд, интерес на данный момент велик? Ну, дзюдо очень велик среди детей и молодежи, потому что дзюдо – подвижный вид спорта. И для детей это важно, когда они маленькие, падать, кувыркаться, то есть, естественно, какой-то контакт со своими ровесниками. А можно как-то провести черту, скажем, это больше женский, больше мужской вид спорта? Однозначно, наверное, это больше для мальчиков, чем для девочек, потому что мальчики, они все-таки по природе свои бойцы, а девчонки, они больше женственнее, и им больше какая-нибудь гимнастика подходит. Алексей, в начале двухтысячных у Эстонии были солидные успехи на мировой арене в этом виде спорта. Ну, в частности, ваша олимпийская медаль тому подтверждение. А сейчас как-то дело пошло на спад. В чем причины? Да, действительно, после Олимпиады 2000 года был большой бум. Потом у нас было где-то 5-6 лет очень активных медалей, и вот это поколение, оно как бы закончило. У нас образовалась небольшая яма. Сейчас мы стали выходить из этой ямы. Юхан Метис с Григорием Минашкиным, они отлично отработали этот сезон, показали хороший результат. Поэтому ощущение такое, что мы начали возвращаться в эту колею, но вот это изменение в системе сейчас немножко выбило нас, посмотрим, как будет дальше. Так что... А каждый хороший спортсмен в прошлом может стать хорошим тренером? На самом деле нет. Конечно, это очень хорошая база для любого тренера, если он сам прошел от и до этот путь. Каждый ученик может у него спросить, ну как это было, и тогда он может ответить, ничего не выдумывая, он может рассказать свой опыт. Но, конечно же, надо учиться, нужно развиваться. Обязательно нету такого... Единого правила не существует. Да, это точно. Александр, вот вы говорили про броски, кувырки, что нравится детям, а в то же время это может быть чревато и травмами. Насколько травмоопасно дзюдо? Ну, как и любой вид спорта, он все-таки... Ну, влияние идет травм, но, как правило, мы детей учим падать. В первую очередь мы начинаем падать, чтобы не было травм. А вот как нужно правильно падать, ребята покажут нам прямо сейчас, потому что Александр и Алексей проведут что-то вроде показательной схватки здесь, на татаме, в студии ТВ+. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, это было красиво и достаточное эффект. И, насколько я понимаю, в числе прочего борьба – это еще и эффективный способ самообороны. Вам доводилось когда-нибудь, что называется, в полевых условиях применять свои навыки? Да, это такой интересный вопрос. Многие задают этот вопрос. И у меня ответ всегда такой, что я из тех людей, кто пользуется правилом «не начатая война, а выигранная война». Ну, ты говоришь просто как восточный мудрец, как ни крути. Это наш вид спорта. У нас в гостях сегодня были главный тренер, пока еще главный тренер сборной Эстонии по дзюдо Алексей Будылин и, между прочим, олимпийский призер 2000 года, а также его коллега по тренерскому цеху из клуба «Тануки» Александр Пашкевич. Спасибо, что пришли. Спасибо за продемонстрированное мастерство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!